Я верю, что все находится под Божьим контролем, и все является частью Божьего плана для нашей жизни. Каков же этот план? Сейчас уже можно сказать, что Его слава является в моей борьбе за то, чтобы жить без рук и без ног. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мне нравится все это делать, но иногда приходит разочарование. Иногда я действительно переживаю разочарование. Однако, несмотря ни на что, я решил просто жить и не позволить ни с чем остановить меня о преодолении моих проблем. Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы преодолеть препятствия, вам сначала нужно увидеть, где вы находитесь и что это за препятствия. В моей жизни есть много вещей, которые я не могу изменить, и много препятствий стоят на моём пути. Некоторые из них находятся под моим контролем, некоторые — нет. Очевидно, что моё рождение без рук и ног не было под моим контролем. Это большое препятствие. Чтобы преодолеть препятствия, вы сначала должны осознать, где вы находитесь, и увидеть себя преодолевающими препятствия, сфокусироваться на позитивных вещах, которые вы уже имеете, использовать по максимуму все ваши возможности и никогда не сдаваться. Я имею в виду преодоление тех больших препятствий, которые не получается разрешить с первой попытки. И когда ты падаешь, он приходит на помощь и даёт тебе силу подняться и попытаться снова. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok У них не было даже мысли, что я могу родиться без рук и ног, когда я появился на свет. Они были шокированы, потому что с точки зрения медицины не было причин, чтобы такое могло случиться. Но наибольший вопрос был такой — если Бог любит моих родителей, почему Он позволил такой беде случиться с ними? Почему? Вы знаете, у Иакова 2 стих написано «С великой радостью принимайте братья мои, когда впадаете в различные искушения». Позвольте мне сказать, что последние два слова, которые звучали в голове моих родителей, были «Слава Богу!» Знаете ли, что матери очень хотят поддержать своих первенцев и очень беспокоятся, как они будут держать их на руках, мальчика или девочку? Когда меня положили рядом с моей мамой, догадались, что она сказала, «Уберите его!» Это была трагедия. С великой радостью принимайте различные испытания. Сегодня я хочу поделиться с вами обещаниями Бога и причинами, почему я могу стоять здесь и улыбаться и радоваться в Боге. Если у вас есть Библия, откройте Еремию 29 главу. Пока вы открываете Библию, я хочу, чтобы вы подумали, какой жизнью я жил и насколько трудно было не только моим родителям, но и мне. Хочу вас спросить, как часто вам нужны руки и ноги? Постоянно, правда? Я не мог сам налить стакан воды. Я не мог сам покормить себя. Много раз случалось, что мне приходилось опускать лицо в тарелку и просто лакать. Я нуждался в том, чтобы меня кормили и заботились обо мне. Это были унизительные времена. Мне было больно, когда родители вели меня в туалет. Представьте, что ваши родители ведут вас в туалет, когда вам 11 или 12 лет. Немного противно, правда? Но у меня не было выбора. Было тяжело, и я крайне нуждался в родителях. Мне нужно было так много помощи, что я чувствовал себя бременем для своих собственных родителей. Я спрашивал мамы, «Мама, кто будет заботиться обо мне, когда вас папой не станет?» Я на самом деле не имел ни будущего, ни надежды. Я никогда не поверил бы, что какая-нибудь девчонка в меня влюбится и что мы поженимся. Кстати, я все еще не женат, к вашему сведению. Но давайте вернемся к отрывку книги с Еремии, 29 глава, 11 стих. «Только я знаю намерение, которое имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это славное обедование. Но почему же так не происходит? Порой наша надежда и будущее зависят от тех вещей, которые происходят прямо сейчас. Вы прекрасно знаете, что все малозначительные моменты быстро пройдут, но когда речь идет о серьезных вещах, тут уже совсем не смешно. Ты просишь Бога помочь тебе, и Он почему-то не отвечает. Я поделюсь с вами еще одним Божьим обещанием через минуту. А сейчас позвольте мне еще кое-что рассказать. В школе я научился писать ступней. Есть такой пластиковый карандаш, которым я могу пользоваться с помощью ступни. Я любил писать и рисовать, и еще я умею печатать на компьютере с помощью ноги. Около 43 слов в минуту. Правда здорово? Вот еще один трюк. Я хочу, чтобы вы услышали сигнал телефона. Я хочу, чтобы вы услышали сигнал телефона. А, спасибо, спасибо. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Но вот как я это делаю. Попробуем. Попробуем. Внимание. Фокусируемся. Вот. Получилось. Здорово, да? АПЛОДИСМЕНТЫ И вы видели в моем видео свидетельстве, что еще я научился делать. И мне это нравится. АПЛОДИСМЕНТЫ Это просто здорово. Я просто наслаждаюсь, когда умею делать какие-то вещи. АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте вернемся к нашей истории. АПЛОДИСМЕНТЫ Был целый список дел, которые я не мог делать самостоятельно, но должен был научиться их делать. Я думал, «Но почему я?» Когда был в магазинах, я спрашивал Бога, «Почему ты не выбрал его или ее?» «Он вполне мог бы справиться с этим, а я не могу. Мне тяжело». Я реально хотел покончить с собой в возрасте 10 лет. Наиболее болезненным было видеть пары на берегу, которые держатся за руки. Знаете, что я думал в те минуты? Что я никогда не буду держать мою жену за руку. Никогда не смогу обнять или утешить моих детей, когда они будут плакать. Я не могу сделать это, не могу сделать то. И никогда не пройдусь рядом со своей женой по берегу моря, когда мы, например, захотим пойти посмотреть на серфинг. Никогда не пойду загорать. Никогда ничего подобного сделать не смогу. Это мелочи, но они очень важны для меня. И было тяжело. Я рос в христианской семье, ходил в воскресную школу, и мы читали, что Иисус любит тебя. Но я останавливался, когда слышал, что Бог сотворил нас по своему образу. Для меня это звучало ужасно. Это было... это смущало меня, потому что Бог любит меня, и это понятно, это так. Но Он сотворил меня по своему образу. Если мое рождение было под Его полным контролем, то почему Он сотворил меня именно таким, именно таким образом? И я злился на Бога. Я говорил, Бог, докажи мне, что Ты существуешь. Докажи мне, что Ты сотворил меня и что Ты любишь меня. Почему? Почему я? И догадайтесь, что Бог ответил мне. Просто ничего. Он не отвечал мне на эти вопросы годами. Бывало ли у вас так, чтобы Бог вам не отвечал? Но давайте вернёмся к обетованию. Что же происходит, когда ты просишь что-либо у Бога и не получаешь ответа? Или когда ты ищешь Бога и не находишь Его? Геремия 29, глава 12 стих. «И взыщете Меня и найдёте, если взыщете Меня всем сердцем вашим». Теперь, почему же Он не хочет, чтобы я нашёл Его прямо сейчас? Вы знаете, что в жизни у всех есть падения и взлёты? И именно во время падений ты осознаёшь, что по-настоящему нуждаешься в Боге. И я скажу вам, что есть причина, почему Бог не отвечает вам до сих пор. Вы находитесь здесь не из-за какой-то случайности или странного обстоятельства. Не случайна ваша борьба, беспокойство, страхи. Во всём этом есть Бог. И неважно, верите вы в это или нет. Почему Бог допускает, чтобы мы проходили через различные испытания? Почему Он допускает наши страдания? Всё лишь для того, чтобы укрепить нас, приблизить к Себе, чтобы мы росли в познании Его. У Бога для всего есть цель. В Послании к Олимпинам апостол Павел говорит, что страдания наши производят в безмерном преизбытке вечную славу. О Кремле нам в 8.28 написано, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, всё следит только благу». Знаете, что это означает? «От то, что Бог не допустит каких-либо трудностей в твоей жизни, если у Него нет намерения во благо». Но вы можете спросить меня, «Может ли что-то хорошее выйти из твоей ситуации?» Поднимаю обе руки, серьёзно. Обе руки. Серьёзно. Но об этом чуть попозже. Хочу сказать вам, что есть причина, почему Бог до сих пор не ответил вам. Он ещё не избавил вас от страданий, потому что Он укрепляет таким образом ваше сердце. Он готовит ваше сердце, учит вас доверять Ему. Притча 3-го, стихи 5-6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Положись на Бога». Видишь ли, я могу тут говорить об всех этих вещах, а на следующей неделе быть совсем подавленным. Но не думайте обо мне, что я совершенно идеальный христианин, потому что таковым не являюсь. Всё хорошее, что вы видите во мне, это только от Бога. Во всём, во мне нет самого ничего хорошего, абсолютно ничего. Моей душе было плохо, потому что, когда я хотел, чтобы Бог услышал мою молитву, ко мне приходил Сатана и говорил, «Ну что, Ник, тебе сначала надо измениться, очиститься, и, может, потом Бог услышит тебя». Ещё я думал, что если я буду тише молиться или больше молиться, тогда Бог меня услышит. Я читал Библию, и ничего. Писание дано условие, через которое вы сможете найти Бога, когда взыщите Его всем своим сердцем, тогда найдёте. Он провозглашает сегодня, что вы найдёте Его, только продолжайте искать. Он знает всё о вас. Он знает ваши молитвы ещё до того, как вы произнесли их. Он знает страдания, через которые вы проходите. Он знает желание вашего сердца. В этом заключается живая жертва с нашей стороны. Что это значит? Положить все желания, все беспокойства, все разочарования, все цели и мечты у ног Иисуса. Но я всё равно не понимал, почему, если Бог так благ, Он совершенный, и у Него есть план для моей жизни, почему Он оставляет меня таким? Как Он может использовать меня? Могу предположить, что и вы думаете примерно так же. Расскажу вам, что произошло со мной в 15 лет. В воскресной школе мы проходили Иоанна 9 главу, и там Иисус с учениками Своими исцеляет слепорождённого. Ученики спросили Иисуса, почему этот человек родился слепым? Что ответил Иисус? Чтобы дела Божьи явились через Него. Тогда мне было 15 лет, я не очень-то понимал, но что произошло дальше? Иисус плюнул на землю, сделал брение с плюновения, помазал брением глаза слепого и отправил его умыться в купальне Силаам. И что случилось? Тот человек вернулся зрячим, слава Богу! Там не описывается реакция толпы, только реакция фарисеев. Но могу сказать вам с стопроцентной уверенностью, что если кто-то расскажет о таком чуде, хотя бы один человек, но покается. Я имею в виду, что если Бог даст мне руки или ноги прямо сейчас, тогда это будет просто «Вау!» и мы будем изменены раз и навсегда, не так ли? И у меня появился просто потрясающий план. Я сказал Богу, «Бог, у меня есть отличный план, послушай, ты мне дашь руки и ноги, а я пойду на телевидение, я брошу школу, в то время мне этого очень хотелось, поеду за границу и всем буду рассказывать о тебе. Я сделаю всё, что угодно. Поеду в миссионерские путешествия, до края земли, куда угодно и только для тебя». Он не ответил. Я ему сказал, «Господь, это прекрасная идея! В этом должна быть твоя воля!» В ответ – ничего. Если покороче рассказывать, то вот чем закончилось. Бог сказал мне, «Ник, для чего на самом деле тебе нужны руки и ноги?» Я сказал, «Бог, ты меня злишь!» Когда я говорю, что Бог сказал мне, я не имею в виду, слышимый голос. Когда вы общаетесь с Богом, Он отвечает вам, «Вы знаете, когда говорит Бог. А если ещё не знаете, да даст вам Господь благодать, чтобы различить Его голос, когда вы будете продолжать искать Его». Бог спросил, «Зачем на самом деле мне нужны руки и ноги?» Я сказал, «Бог, все мои мечты осуществятся. У меня не будет проблем, чтобы выразить мою любовь к жене и ко всем остальным. Это будет просто классно. Но на самом деле, более всего, Бог, я хочу быть живым свидетельством Твоего могущества, милости и любви. Я на самом деле пойду до края земли, когда ты хочешь, если ты дашь мне руки и ноги. И я докажу любому, что ты живой, и я скажу всем по всей земле, что неважно, какие проблемы в твоей жизни, Бог знает их, и Он проведёт тебя через них в своё время». Не в наше время, а в своё время, потому что Ему ещё надо кое-чему нас научить. Вот таким должно быть наше доверие Богу. Люди, спросите меня, откуда у меня берусь силы? «Радость в Господе – сила моя». Знаете, что это значит? Какая разница между счастьем и радостью? Радость в Господе означает быть счастливым не только в те моменты, когда тебе хорошо. Радоваться в Господе можно всегда, вне зависимости, что происходит с тобой. Бог с тобой, и Он никогда не оставит тебя, никогда не покинет тебя. Бывают времена в твоей жизни, когда всё бурлит и штормит, и, возможно, Он не остановит этот шторм сразу, но Он возьмёт тебя в свои объятия и будет хранить тебя, пока шторм не утихнет. Это и есть надежда, которую мы имеем во Христе. Именно поэтому я могу стоять здесь и улыбаясь, говорить, что Бог любит вас и любит меня. Хотите знать, как уже является Божья слава в моей жизни? Я хотел об этом сказать позже, но это здорово и скажу сейчас. Я был в Америке три раза за последние два года. Я только что закончил второе высшее образование в области финансового планирования. Но я не планирую работать, потому что я верю, что буду очень известным международным мотивирующим оратором. Слава Богу! Я езжу по школам и уже говорил в сорока школах в 2003 году. У меня большие планы. Мы должны мечтать о большом и никогда не сдаваться. Только что закончил курс для профессиональных ораторов в корпоративном секторе. Сегодня у меня три аудитории, это только начало. Что ещё я делаю? Я хочу стать финансово независимым уже в молодом возрасте. Я купил дом в мае месяце, и Бог благословил меня сделать хорошее вложение. Слава Богу! И вскоре я покупаю ещё один. Я собираюсь также торговать акциями и фьючерсами. Что ещё я буду делать? Я хочу начать моё телевизионное шоу с одной известной телеведущей. Слава Богу! Только одна маленькая деталь, она сама ещё об этом не знает. Но я думаю, мы сообщим ей всего за неделю до открытия. Это произойдёт. И знаете, что самое удивительное в Боге мы имеем? Когда ты молишься о чём-то, это произойдёт в соответствии с Его волей и в Его время. Но знаете, что если это не Его воля и не Его время и Его сроки, значит, это не самое лучшее для вас. Есть нечто лучшее для вас в Его время. Позвольте мне дать иллюстрацию. Я влюбляюсь в девушек почти каждый год. Разные девушки каждый год. Мне кажется, что и здесь я уже успел влюбиться. Я думаю, я хочу жениться, и эта девушка выглядит просто потрясающе. И я знаю, что моя жена будет очень горячей. Она просто будет горячей. И она будет очень сильно любить Иисуса. И я знаю, что всё будет замечательно, но всему своё время. Забавно, что я влюблялся в одну девушку, потом в другую девушку, в третью, и потом сам себе сказал, «Ну что же это такое?» Я молился Богу и сказал, «Бог, дай мне жену в твоё время». Хотя это и было довольно трудно. Но знаете, что в этом так здорово? Когда влюбляешься, ты видишь только хорошие стороны в человеке, пока не поженишься, правда? Да, я уже слышал это. Ты видишь преимущественно только положительные моменты. И знаете, какое откровение я получил однажды? Что все девушки, которые мне нравились до этого момента, лишь предвкушение той, которая придёт. Вы со мной? Только предвкушение. Доверяйте Богу. Доверяйте Ему. Что не в порядке со мной иногда? И с нами, со всеми. Я не всегда просыпаюсь утром и говорю, «Слава Богу, чудесное утро сегодня». Я не такой всегда. Я живу так же, как и вы. Я искушаю им так же, как и вы. Я в чём-то горчаю Бога каждый день, так же, как и вы. Но по милости Господа Иисуса Христа, из-за того, что Он умер на кресте, наши грехи искуплены, и ничто не может отлучить меня от любви Божией. И от того служения, которое у Него есть для меня. Я мотивирующий спикер, и мне нравится вдохновлять студентов мечтать о большом. Знаете ли, что христиане сегодня должны быть самыми смелыми мечтателями? Почему? Почему? Филиппийцам 4 глава 13 стих. «Всё могу в укрепляющем Меня и Иисусе Христе». Всё. Я всё могу сделать и всё преодолеть. Итак, мой вопрос к вам. Насколько велики ваши мечты? О чём вы мечтаете? Насколько большим будет ваше служение через неделю? Когда мы говорим о служении, мы неправильно делаем две вещи. Первое. Например, я говорю, моя цель, моя мечта — быть спикером, оратором. В этом случае мы обычно оцениваем свои способности. Нервничаю ли я при виде десяти тысяч человек? Могу ли путешествовать по миру? Какое содержание моих речей? Ну и всё остальное. Вы понимаете, да? Так мы проверяем, насколько далеко мы можем пойти, какой наш потенциал. Это так. Если вы хотите увидеть потенциал служения уже с сегодняшнего дня, тогда не обращайте всё внимание только на ваши способности. Нет. Вы больше обратите внимание, насколько вы доступны Богу. Когда вы сделаете себя доступным Богу для того, чтобы Он использовал вас, догадайтесь, что тогда произойдёт. Невероятные вещи, и они уже происходят со мной. Другая ошибка, которую мы совершаем в служении, вот какая. Считаете ли вы миссионеров самыми серьёзными служителями? Ведь им надо ехать в другие страны, где различные болезни, насекомые и всё такое прочее. И Бог являет великую славу через них. Я считал миссионеров наивысшими служителями. Потом у меня шли проповедники, потом служение в воскресной школе, потом служение бабушкам, потом детям. Вот так я распределял для себя важность служения. Но это неправильно. Подсознательно иногда мы так делаем, но это очень неверно. Если Бог призвал вас делать что-то, начать какое-то служение, вы делаете это с полной отдачей, и Бог благословит вас. И служение ваше будет очень ценным, самым ценным. Вы понимаете, что такое служение на самом деле? Это улыбка страннику, это любовь. У некоторых людей есть миссионерский дар, у других — проповедовать, кто-то призван молиться, кто-то являть любовь детям. И всё это служение. Слава Богу за это! Другой путь, как Бог помогает нам правильно видеть себя, это когда Он напоминает нам, откуда Он нас взял. Бывает, что мы сникаем и говорим, «Бог, ну где же ты?» Иногда мы чувствуем себя такими далёкими от Бога. Чувствуем себя, что как будто последний человек на разуме Бога — это мы. У меня были такие переживания очень часто. Когда я делал что-то неправильно или что-то у меня не получалось, я приходил к Богу, просил прощения, и Бог прощал меня. Я знал, что получал прощение, и всё было бы хорошо. Но на следующий день я сделал это снова, и она приходила ко мне и говорила, «Ник, ты уверен, что Бог наладил с тобой отношения? Ты уверен, что Бог — любовь в твоей жизни?» Нет, ты просто заупотребляешь Его благодатью. Ты обманываешься. Всё это ложь. Потому что до тех пор, пока мы аучим и жаждем Его праведности, ничто не может разлучить нас с Богом. Почему Бог позволяет трудностям быть в нашей жизни? Во-первых, чтобы мы помнили, что мы ничего не представляем из себя без Него. Во-вторых, чтобы мы могли помогать другим, которые проходят через те же трудности, и ободрять друг друга. Итак, человек, это является Его славой, Его слава. Мечтать смело. Я могу здесь стоять и говорить, мыслите шире, мечтайте о большем, но насколько больше надо мечтать? Насколько большей должна быть моя цель? Иногда мы помещаем Бога в такую маленькую коробку, как будто одна проблема для Бога слишком велика, другая слишком маленькая. Бог слишком занят, не стоит Его из-за этого беспокоить. Иногда мы говорим Богу, я здесь, а Его самого поместили в маленькую коробочку, тем самым не позволяя Ему быть с нами. Вы должны выпустить Его из маленькой коробки. Насколько велик Ваш Бог? Я молюсь, чтобы Вы увидели Его огромно, потому что на самом деле Бог огромен. Насколько большим должны быть наши мечты? Я задаю такой вопрос студентам. Кто из вас знает прелесть игры Blackjack? В этой игре ты можешь выиграть столько денег, сколько хочешь. Ну вот я спрашиваю, сколько денег тебе нужно? Миллион долларов? Нет, больше. Другая девушка говорит, полтора миллиона долларов. Я говорю, еще больше. Наконец, кто-то говорит, бесконечно. А готовы с бесконечностью пойти в магазин? Бесконечность – это полтора миллиона долларов каждую миллисекунду. Да-да, представляете себе? Что бы Вы делали с этими деньгами, если, конечно, не умерли бы от разрыва сердца десять раз? Но что бы Вы сделали? Вы, наверное, пошли бы и купили все, что хотели бы, и думали, что Ваши мечты исполнятся с этими деньгами. Вы скажете, «Наконец, мои мечты исполнятся». Конечно, не каждый из Вас получит полтора миллиона долларов каждую миллисекунду. И если вдруг это получится, то позвольте мне заниматься Вашими деньгами. Я серьезно, я ведь бизнесмен. Кто-нибудь готов пожать мою руку? Конечно, я могу Вам дать кусочек моего плеча. Это шутка. Бог дает Вам незаполненный чек каждый день. И Вы можете записать туда все, что хотите, все Ваши цели. Насколько много Вы желаете достичь? Если это Божья воля, она исполнится в Его время. Если же нет, у Него есть нечто лучшее. Слава Богу! Насколько Вы знаете, я боролся с сильными переживаниями, что никогда не женюсь, что никогда не буду держать свою жену за руку, что у меня никогда не будет семьи, не будет будущего. Одна часть моей души очень страстно желала жениться. Но самое большое желание в моей жизни – это быть живой жертвой для Бога каждый день. Быть с Ним. Но второе величайшее желание в моей жизни – это, конечно, чтобы у меня была жена. Знать, что она создана именно для меня. Хочу иметь потрясающую совместную жизнь. Знаете, есть такой праздник – День всех влюбленных. Каждое 14 февраля на протяжении 7-8 лет я был в депрессии. Потому что все влюбленные, все дарят друг другу сердечки, розы. Особенно усердствуют симпатичные парни с хорошим телосложением. Мне же ни разу не подарили ни одной розы. Я был немножко удивлен, потому что я ведь очень красивый парень, правда? Но я никогда не получал розы. И однажды я молился и сказал, «Бог, дай мне одно одолжение, сделай мне одно одолжение. Пусть на день святого Валентина мне придет розочка от той девушки, которая станет моей любовью». Я до сих пор не получил эту розу, но верю, что все еще впереди. Зато я знаю другой, я уже обрел настоящую любовь. И сегодня моя молитва, что Бог открыл ваши глаза, ваши сердца, чтобы вы знали наверняка, что когда вы просыпаетесь, чистите зубы, Он уже рядом с вами. И Он ждет, чтобы поговорить с вами, чтобы взрастить вас, чтобы напоить вас. Это и есть ежедневное хождение за Христом. Но мы же слишком заняты для этого. Знаете, что такое быть занятым для Бога? Это значит находиться под игом сатаны. Это хорошее определение. Я сам не придумал его. Но оно хорошее. Мы находимся под игом сатаны, если слишком заняты для Бога. Не будьте слишком заняты для Бога. Я молюсь, чтобы Бог открыл ваши глаза, чтобы вы увидели Его прекрасное лицо, Его прекрасную улыбку. И Он протягивает вам свою руку, и своими нежными пальцами Он держит розу. И Он спрашивает вас, «Будете ли вы моей первой любовью? Будете ли вы доверять Мне, даже если не понимаете, когда вы нуждаетесь в утешении, когда вам одиноко?» Бог хочет, чтобы вы провели этот день всех влюбленных с Ним. И Он такой левнивый, что желает, чтобы день влюбленных был каждый день. Проводите время с Богом каждый день, потому что Он без ума от вас. Он настолько сильно любит вас, что отдал Сыну Своего на крестную смерть за вас и за Меня. Говоря о кресте Иисуса Христа. Однажды я проповедовал на собрании «Тин Челлендж», это было в прошлом апреле. Слава Богу! И когда я закончил мою речь, ко мне подошел поживой мужчина, его звали Рассел, и сказал, «Ник, у меня есть Слово от Бога для тебя». Я сказал, «Хорошо». Он сказал, «Ник, то, что у тебя нет рук и ног, это большое бремя для тебя. И иногда этот крест тяжело нести. Но когда такие мысли приходят к тебе, вспомни о служении своем. Взгляни на крест Иисуса Христа. Ты видишь, что Его правая рука прибита ко кресту. Ник, у тебя нет правой руки, чтобы ее прибить ко кресту? Посмотри, Его левая рука прибита ко кресту, а у тебя нет левой руки, чтобы ее можно было прибить ко кресту. Посмотри вниз на Его вытянутые ноги, которые также прибиты ко кресту. У тебя нет ног, чтобы их можно было прибить? То, как Бог тебя сотворил, не позволяет ограничить тебя крестом. Иисус умер на кресте за тебя, А ты сегодня являешься особенной частью Теба Христова, которая будет идти вперед и возвещать Евангелие так, как никто не мог и мечтать раньше. Какое потрясающее служение! Потрясающее служение! Однако и ваше служение очень важно. Может быть, я буду говорить миллионам по всему миру, но самое ценное не в этом, а в том, что спасение хотя бы одной души, спасение одного человека, не менее потрясающее. Иногда нам не хочется сеять семена, а сразу получить результаты, плоды. Нет, Бог говорит нам, чтобы мы сеяли семена, а остальное доверили Ему, и Он совершит. Иногда мы даже не увидим плоды сразу. Но видите, вашу жизнь наполовину полной, а не наполовину пустой. Посмотрите, что Бог уже сделал в вашей жизни, и старайтесь сделать всё возможное для того, что у вас уже есть. Отдайте всё, что у вас есть Богу, и Он сделает гораздо больше того, что мы могли бы сделать сами. Итак, сегодня я хочу ободрить вас Божьими обетованиями. Почему я могу стоять здесь и улыбаться? Почему у меня есть надежда сегодня? Почему вы можете уйти из этого здания и иметь мир в сердце? Потому что Бог здесь. Потому что Бог живёт в вас. Тот же самый Дух, который был в апостоле Павле, вы имеете тот же Дух сегодня. Верьте Ему. Идите за Богом. Идите с Ним. Хочу ещё раз сказать, что вы здесь сегодня не по какой-то случайности или стечению обстоятельств. Не случайно, что вы появились на этой земле, что вы проходите через эти трудности. Для всего этого есть цель. У Бога есть план, хороший план для вас, прекрасная цель. Доверишь ли ты Ему? Посвятишь ли ты Ему свою жизнь? Если ты ещё не посвящал свою жизнь Христу, Господь зовёт тебя. Он зовёт тебя уже давно. Ничто не должно останавливать тебя, чтобы сегодня приблизиться к Богу. Независимо от того, какие отношения у тебя со Христом сейчас, Он хочет большего. Он хочет больше от тебя. Тебе нужно больше принять от Него. Когда вы сокрушены, подумайте о той жертве, которую Иисус принёс за вас и меня. Всё это было ради вас и меня. Помните, что мы ничего не представляем себя без Бога в этой жизни. Если бы Его не было в моей жизни, если бы я не общался с Иисусом, меня сегодня бы здесь не было. Я гарантирую, я точно знаю это, без общения с Богом, я давно бы попрощался с жизнью. С чем вы сегодня сражаетесь? Чего вы ждёте? Ждёте ли вы, чтобы Бог открыл что-то вам? Что ещё Ему для вас сделать? Ведь Он уже послал Сына Своего умереть за вас на кресте. Сколько ещё мы можем просить у Него? Нет большего дара. Дух Святой желает войти в вас. Если вам нужна Моя молитва, просто встаньте. Если вы желаете посвятить свою жизнь Христу сегодня, я приглашаю вас выйти вперёд. Если Бог призывает вас, выходите. Или просто поднимите руку, если желаете сделать так. Если не хотите выходить, хорошо, Бог знает ваше сердце. Бог знает ваше сердце. Но если желаете, выходите. Выходите, и будем молиться за вас. Если Бог призывает вас сегодня, не обманывайтесь. Не позвольте Сатане разочаровать вас. Не бойтесь. Однажды человек пришёл домой и увидел, что его дом был в огне, в огне и в дыме. Его ребёнок остался на втором этаже, и не было выхода. Единственный путь спасения был — выпрыгнуть в окно, и он кричит, «Сын, прыгай!» А тот отвечает, «Но я не вижу тебя!» Отец отвечает, «Всё нормально, я поймаю тебя!» Вы тоже прыгайте, прыгайте с верой вашей. Ваш Небесный Отец поймает вас. Пожалуйста. Господь хочет общаться с вами сегодня, не завтра, когда вы строите свою жизнь, или выйдете на пенсию. Но сейчас. Сейчас. Он хочет с вами общаться сейчас. Пожалуйста, выходите, я буду молиться за вас. Он хочет быть перед тобой. Ouais. Субтитры сделал DimaTorzok Привет! Меня зовут Ник Вучич. Через это видео послание Иисуса Христа распространяется по всему миру. Я молюсь, чтобы чудесные вещи, которые вы видели в моей жизни, были напоминанием о том, что Господь желает сделать и в вашей жизни. Пусть Господь благословит вас. Спасибо за ваши молитвы. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...